Ребята, всем привет! Рада встрече с вами. Итак, с сегодняшнего дня мы начинаем проговаривать и обсуждать с вами те темы и вопросы, которые интересуют и волнуют конкретно вас. А именно сегодня мы с вами поговорим на тему жилья. И действительно, это очень важный момент, на который хочется сделать огромный фокус и обратить ваше внимание. Итак, давайте все разберем по полочкам. Для начала, я думаю, практически каждый из вас, кто уже посматривал какие-то варианты работы за границей, обратил внимание, что работодатель предоставляет нам несколько вариантов условий для контракта. Давайте разберем их по отдельности. Итак, первый вариант – это когда работодатель обязуется вам предоставить перелет в обе стороны, оплатить вам визу, медицинскую страховку, проживание, питание, транспортейшн с работы на работу и предоставляет вам фиксированную заработную плату. Второй вариант – это когда работодатель также оплачивает вам перелет в обе стороны, проплачивает вашу визу, медицинскую страховку, у вас есть своя фиксированная зарплата и все. То есть в этом случае вы должны самостоятельно платить за аренду жилья, организовать сейтранспорт и так далее. Давайте подробно поговорим и увидим преимущества и недостатки каждого из этих контрактов. Итак, первый вариант, казалось бы, идеальный, и, наверное, он все-таки и есть идеальным вариантом, потому что у вас нет головной боли, где вы будете жить, что вы будете кушать, как вы доберетесь на работу, и это очень важно. Но второй момент и вторая сторона данного контракта – это когда со временем, а может быть и даже изначально, вам не понравится, ну как минимум, место расположения вашего жилья, либо вам не понравятся люди, с которыми вы живете, тоже так бывает, все мы разные, вот, вам не понравится, что вам готовят. То есть в этом случае, конечно, намного удобнее и лучше, когда у вас есть свой пэккедж с фиксированной заработной платой, и вы сами выбираете жилье, где вы хотите жить, с кем вы хотите жить, вы готовите себе еду, ту, которую хотите и любите. Это является огромным-огромным преимуществом второго контракта. Но мой вам совет, какие бы условия вам бы не предлагал бы работодатель, старайтесь изначально быть коммуникабельными и старайтесь аккуратно спросить ваших агентов, либо ваших работодателей, возможно ли в дальнейшем поменять ваши условия. Например, если у вас изначально все включено, спросите, возможно ли будет потом в будущем попросить какой-то элауанс на проживание, питание и проезд, потому что вам, возможно, будет так комфортнее в будущем. Или же наоборот, если изначально вам уже работодатель предоставляет фулт пэккедж, и вы уже сами должны распоряжаться своими деньгами, попросите их предоставить вам изначально какое-то жилье, то, чтобы вы смогли адаптироваться, найти каких-то знакомых, людей, с кем вы можете договориться по поводу аренды жилья, транспортейшена и всего остального. Я так хорошо там говорила. Итак, ребята, хочется также обратить ваше внимание на то, что в любой стране, в любой стране вы видите большой контраст. Контраст между роскошью и простотой, богатством и бедностью. И, к сожалению, продолжая говорить о жилье, когда мы приезжаем, мы можем увидеть большую разницу и подумать, что как несправедливо, что у кого-то такие шикарные апартаменты, практически с джакузи в ванной комнате, а у меня такая простая обычная комната просто совсем необходима внутри. Давайте же постараемся сейчас выяснить, по каким самым критериям менеджмент распределяет эти апартаменты и как получить максимально хорошие апартаменты. Итак, первое для меня, это самое-самое важное, это компания. Компания, отель, организация, неважно. Очень большое значение имеет руководство и концепция, концепция, простите, самой компании, отношение к своим сотрудникам. И неважно, кто это официант либо менеджер, им предоставят действительно хорошие условия для проживания. Они организуют какой-то маленький джим, бассейн, комнаты на 2, максимум 3 человека со всеми условиями внутри. Если компания и отношение к своим сотрудникам будет несоответствующее, то какую бы вы позицию и должность не занимали, вы будете жить в ужасных условиях, поверьте мне. Итак, второй момент, который также я хочу прикрепить к первому, это менеджмент и конкретно менеджер вашего департмента, где вы будете работать. Итак, менеджер – это очень-очень важно. Это первое лицо, с кем вы контактируете. Это первый человек, которого вы можете попросить улучшить ваши условия и ваше питание, ну, либо в целом условия контракта. Именно от него зависит это, потому что он имеет непосредственный контакт и связь с вышепоставленными лицами. И в продолжении давайте все-таки поговорим о том, какую же нужно занимать должность и позицию, чтобы получить хорошее жилье и хороший пакет заработной платы. Итак, первое направление, которое я бы сразу рекомендовала всем, кто только собирается, мечтает работать за границей, это, конечно же, авиалинии. Qatar Airlines, Etihad Airlines – это самые известные на данный момент международные авиалинии, которые предоставляют просто шикарнейшие условия по заработной плате и условиям проживания. Второе – это, конечно же, строительство, инженеры. Это те люди, которые строят сейчас весь арабский мир. Ребята, если вы знаете английский язык, ищите компании, которые смогут вас трудоустроить, и реально вы будете просто в шоколаде. Следующее направление, которое хочется выделить – это образование. Конечно же, во всем мире вкладывается очень много денег в это направление. Не важно, что это садик, школа, университет, институт, либо школа со спецнаправлением. Очень хорошие пакеты по зарплате, хорошие условия по проживанию. Также, если у вас есть высшее образование педагогическое, пробуйте, дерзайте, пишите. Кстати, у меня есть один веб-сайт, очень хороший. Можно устроиться для первого раза даже с не очень высоким уровнем английского. Ребята, хочу обратить ваше внимание на то, что каждая страна является… Ребята, хочу обратить ваше внимание на то, что в любой стране в любой стране в этом слове вы увидите большой контракт. Ребята, хочу обратить ваше внимание на то, что в лапшинях это нет, а кому-то обычное. И, к сожалению, также большой контракт вы увидите… Мы можем увидеть и в жилье, это слишком далеко. Ребята, также хочется обратить ваше внимание… И в заключении, ребят, хочу вам всем пожелать хороших и легких контрактов, адекватных и понимающих менеджеров, комфортабельных и самых лучших апартаментов, чтобы вам легко и комфортно жилось и работалось в той стране, куда вы полетите. До новых встреч! Любите себя, цените и верьте в себя. Всем пока! Целую! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» а а а а а